друзья всем привет меня зовут владимир белов вы на канале деревня окунева а помните прошедших роликах я вам обещал поговорить про дрова выгодно не выгодно самому готовить дрова самому пилить дрова возможно я думаю будет интересовать кого-то это интересует кому-то не интересует но мы сегодня поговорим про дрова выгодные не или не выгодно сажусь на пенек а начать хотел рассказать небольшую такую небольшие такие у моей супруги есть старший брат владимир он живет недалеко от города омска там километров 60 у них село практически 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 полностью газифицированы практически газ приходит природный газ они отапливаются дома природным газом заведенный все нормально ну все знаете кроме двух улиц вот так вот вот все село в газ газом вся деревня с газом деревне небольшая гораздо меньше чем нашего у него но газ проведен две улицы почему-то каким-то причинам не провели газ вот не то что там выборочно а вот целиком то ли люди отказались то ли средств не хватило ну короче было это много лет назад и так сейчас до сих пор это все стоит брат ее занимается работает на основной работе и занимается как хобби как дополнительная подработка заготавливает дрова для населения часть дров реализует естественно своей деревне часть дров возит в город омск на дачи в частные домовладения у кого есть паровое отопление печное отопление вот так вот вот вы мне часто в комментариях пишите вот хорошо у кого-то есть газ и кто-то пишет нам вот у нас газ мы лишены нам дрова готовить не надо или там дрова готовит только тот кто у кого есть баня или у кого есть печи просто печка там какая-то в гараже вот так естественно это хорошо дрова помимо того что их надо готовить для них надо иметь помещение для них надо выделять специальное время для того чтобы их пилить это тоже все наше время а наше время время в наше в нашей жизни сейчас это очень дорогой дорогой как это сказать дорогая валюта вот в нашей жизни в жизни человека мы можем там там что-то делать там заниматься зарабатыванием денег самообразованием на отдыхе быть просто как-то скрашивать свой досуг или заниматься чем-то еще почему я сам готовлю дрова почему я их не покупать естественно можно и покупать платить деньги тебе привезут готовые дрова 10 кубометров дров в нашей деревне колотых расколотых уже пригодных для использования стоит 11 с половиной тысяч это продает нас принимать не колотых стоит на тысячу дешевле то есть кубометр дров 100 рублей стоит расколоть вот так помимо нашего предпринимателя возит еще с нескольких деревень к нам деревню дрова у каждого предпринимателя тот кто занимается продажей дров есть своя клиентура наработанная у него есть там своя интересная система скидок но это уже как говорится отдельный разговор кому почем какие дрова и как чего вот так вот цены примерно у всех одинаковые там плюс минус ну в основном цена дров скажу грубо говоря примерно стоит 1200 рублей за кубометр колотых не колотых чуть дешевле на 100 рублей 1100 за кубометр можно пилить можно покупать вот так вот я выписал 30 кубометров дров мне их отвели за один день это там какой-то час полтора деляна у нас здесь находится недалеко от деревни в двух с половиной примерно в трех километрах приехали попилили в общей сложности 30 кубов я выписал отдал я четыре с половиной тысячи рублей за дрова на корню много это или мало судить вам интересно узнать сколько стоит у вас дрова на корню вот здесь у меня три кучи вот за мной расположена по эту сторону телега телега вот птс к привезенная дрова осина с березой в перемешку папа лево по правую сторону лежит там куча с березовыми дров две телеги кучи и чуть подальше сзади меня за спиной там две телеги осиновых дров вот так вот осина с березой в перемешку у меня всего здесь 5 телег дров возил я сам самостоятельно грузили куну много все это видели из предыдущих роликов моим родителям мы напилили 3 телеги дров привезли вот вышло меня в общей сложности 88 телег дров вот так вот телеги мы грузили не совсем полные кто-то у телеги делает грузит укладки кто-то не укладки но все по-разному всех по-разному все это происходит но вот даже если вот в телеги возить по 5 кубометров дров 5 на 8 выходит 40 кубов вот так вот 40 кубов почему так много 40 кубов дров вышло вместо того что тебе же отводили 30 кто-то скажет значит не обсчитались нет друзья не обсчитались просто когда начинаешь пилить дрова там попадаются вот такие сухие сухие деревья сухие деревья они не ходят не входят стоимость и они не измеряются вот в этом и в итоге вот они в принципе ну вам будет и это камера это все конечно передаст хорошая полена но она уже немножко чуть-чуть подгнила но топиться но также может вот поэтому где-то сучки где-то еще какие-то вот и набираются вот эти 40 кубов дров вот так вот конечно кто-то скажет у тебя телеги неполные само собой ребята я никуда не торопился мы пилили пилили мы где-то примерно от 6 до 7 дней затрачу затра чего ли на это все время примерно часа три-четыре на пилку каждый день ну где-то дня два у нас наверно выходило часа по 4 по 5 работали мы там когда приезжала моя супруга приезжала моя мама они женщины таскали сучки скидывали там дрова вот так вот но у нас время было посвободнее а так деляна недалеко сел поехал попилил вот если покупать эти 40 кубов дров то мне тогда надо учитывая 1200 1100 за кубометр не надо тогда было заплатить за это все в районе 40 44 тысяч рублей самые хорошие дрова это естественно березовая дрова который произрастает в нашей местности береза и осина идет уже похуже теплопроводностью осины гораздо хуже из-за этого на один кубометр березовых дров на один кубометр березовых дров приходится примерно от полутора до двух кубометров осиновых дров вот поэтому ребята у нас такая вот разница и телег поэтому больше чуть-чуть и всего остального это не писаные правила ну как оно не писано это все знают лесники все кто занимается заготовкой дров березовые дрова всегда стоит дороже чистая береза вот у кого есть чистая береза естественно дрова будут лучше жарче и их натопить в печку вашего дома натопить гораздо интереснее чем теми же осиновыми осиновых дров в полтора два раза надо будет больше класть поленицу вот так вот вот еще один немаловажный фактор чем отличается дрова да кстати можно у нас березовый сосновый бор можно там просто-напросто взять пилу и самостоятельно сходить приготовить сухостое сухостой валежник то что лежит на земле или то что должно вот-вот сейчас упасть хотя разрешили брать только валежник вот так вот вот такие ребята мои рассуждения почему сам готовлю дрова вот почему у нас нет газа ну когда будет газ тогда и будем задумываться пока что газа у нас нет в районе нету даже в соседних районах по плану правительства нашей области вроде как газ должен саргатки провести дойти до большереченского района в каком году это будет я пока что не знаю наверное правительство наше тоже строит планы когда это все будет так же как и руководство большереченского района и там уже через иртыш поведут ветку в наш муронсовский район это тоже деньги это тоже затраты ну посмотрим поживем увидим как все это сложится проведут газ не проведут а пока что мы отапливаемся дровами да и часто возникают тоже комментарии вы мне писали комментарии то что владимир вот режут тайгу уничтожает тайгу само собой это мне тоже не нравится когда наши легкие то есть наши легкие леса выполняет роль легких они вырубаются но лесники отводят лес и деляны уже так сказать готовых зрелых дров зрелые дрова это те дрова те березы деревья которые же начинают в скором времени будут отмирать то есть вот она как это все у лесников есть там своя какая-то технология так они это все проверяют зрелость леса я не знаю не буду спорить но вот замечаю вот к примеру вот комель и вот середина середина комля уже стала чернить то есть вот через какое-то время это дерево если бы оно было не спилено оно просто засохло бы высохло и упал или обломилось ветром или чем-то еще вот середина и пилим мы дрова разделяние раньше то есть деляна бывший берег реки иртыш старые времена там есть такая гипотеза проходил иртыш в доисторические времена когда было время наверное летникового периода или всемирного потопа вот так вот потом это ушел он иртыш реки стали не неполноводной и стала в река иртыш и другие стали менее полноводные такие вот сейчас иртыш кстати протекает за 14 километров от нашей деревни примерно и от того места где мы пилили дрова вот так вот плюс-минус примерно так что вот так вот то что природа себе завоевала там кинула семена вырос березовый лес вырос сосновый лес сейчас человек потихоньку у природы забирает эти ресурсы где-то больше где-то меньше в деревнях естественно это так не сильно заметно хотя где-то есть да пилит сильно безбожно я думаю что моя информация для вас была полезная и интересная хочу узнать ваше мнение пишите пожалуйста об этом в комментариях вот здесь вот стоят мои грабли волковые ждут своего часа следующего года когда мы выехаем на следующий покос покос 2021 вот так вот ну насчет заготовки дров еще хотелось бы добавить что это прекрасное время можно провести на природе наслаждаться с природой побывать на природе не сидеть дома за компьютером или у телевизора или лежа на диване а просто вот провести время с пользой для себя да кстати можно найти очень много интересных каких-то там сучков пеньков сделать заготовки какие-то которые будет можно будет зимой из них мастерить какие-то изделия деревянные поделки так сказать вот так вот ну все с вами был я владимир белов оставляйте свои комментарии всем удачи и пока а мы пойдем заниматься другим делами деревенских наших будди вот так вот еще вот что し вот у вот Продолжение следует...